Это рубрика «Качество жизни». Каждому из нас хотя бы раз в жизни прописывали таблетки. Врачи. Но мы же люди, иногда мы забываем их принимать. Ну, если мы забыли принять какую-то витаминку, ничего страшного. Но в другом случае такая забывчивость может привести к смерти. Совершенно верно. Например, если человек забудет вовремя принять лекарство от высокого артериального давления. Это может привести к инфаркту или к инсульту. Именно поэтому сегодня мы расскажем вам о пяти простейших, но очень эффективных способах не забыть принять лекарства. Давайте спросим у зрителей в студии. Кто хоть раз в жизни забывал принять таблетки? Я думаю, огромное количество. Ну, а вот если взять серьезные случаи, кто забывал? Вот даже как. Смотрите, сколько. Вы от чего принимали таблетки? От давления. От давления? Да. Забыли принять? Да. Много раз? Ну, бывало, конечно. Пока о себе не напомнит здоровье, тогда только вспоминаешь, нужно таблетку выпить. Ага. Спасибо. Вы что нам скажете? Я забыла принять противозачаточные таблетки. Противозачаточные? И что произошло? Ну, в итоге у нас родилась дочка. В итоге у нас родилась дочка. Да. Поздравляем вас. Такая забывчивость, только похвально. Ну, мы там очень интересны. Идите к нам. Пойдем. Как вас зовут? Анастасия. Настя. Ну, мне кажется, это такая радостная забывчивость. А сколько лет? Два года, четыре месяца. Два года, четыре месяца. Прекрасно. Прекрасно. Больше таблетки принять не забываете? Не забываю. Не забываете? Не забываю. Напоминайте себе. Ну, да. Или муж напоминает. В телефоне есть напоминалка теперь. В телефоне есть напоминалка. Но есть другие способы, а о них вам расскажет Сергей. Сегодня мы с вами поговорим о тех способах, которые позволят не забыть принять лекарства. Вам или, может быть, тем вашим близким, которые также забывают это делать. Очень часто люди напоминают себя о всяких хозяйственных делах. И используют для этого вот такие записочки. Пишут себе. Купить хлеб. И теряют эту записку. Пожалуйста, Михаил. На холодильник. На холодильник, конечно. Основная проблема с этими записками, как вы понимаете, в том, что человек иногда забывает на них посмотреть. В действительности, еще эта проблема заключается в том, что пожилой человек может не разглядеть то, что написано мелким почерком. Поэтому лучше для этих целей использовать крупные листы бумаги, писать маркером. И тогда это будет заметно яркими цветами. Таблетка. Использовать магнит? Использовать для этих целей несколько цветов, так, чтобы это привлекало внимание. А, вот так. А для того, чтобы лист держался, можно просто использовать магниты. Каждый раз, когда человек будет подходить к холодильнику, он будет смотреть на этот лист и вспоминать. Ах, необходимо принять таблетку. Главное, принять ее именно в тот момент, когда человек прочитал записку, потому что потом уже можно снова забыть. Настя, а у вас есть такие напоминалки? Таких нет, потому что ни телевизор, ни холодильник нельзя взять на работу. Ага, а у вас мозг включается только на работе? Ну, я обычно принимала таблетку на работе уже. Почему? Зачаточную? Да. Через на работу. Просто я рано приходила на работу, и, соответственно, уже когда приходила... На вашей работе наверняка есть монитор. Есть. Монитор, и на монитор можно приклеить такую же записочку. Перед тем, как вы его включите на работе, вы всегда сможете прочесть ее. На мониторе много других записочек. А вот если клеить напоминалку прямо в холодильник? Ну, вот смотрите. Например, мы не будем называть лекарства, но просто я, например, напишу... Таблетка. Ого-го. Ого-го. Так. Допустим, такая ситуация. Муж спит, дочь проснулась и смотрит мультики. Вы забыли принять таблетку, но... Еще вечером вы сделали вот так. Оп-оп. И вы идете, идите сонная. Готовить кашу. Так. Видите холодильник. Понимаете, что он белый. Открываете. Оп. Напоминалка. Сработает. Закрывайте немедленно этот холодильник. Пойдем. Это... Это, конечно, самый простой способ. И... Некоторые люди просто забывают написать себе вот это напоминание. И поэтому есть еще один, не менее эффективный способ. Этот способ завести себе ответственного друга. Того человека, который напомнит вам, что вам необходимо принять лекарство. Особенно это актуально для пожилых людей, которые часто забывают принимать лекарства. А вот звонок их детей, которые узнают об их состоянии, напомнит, что надо принять таблетку. Это то, что им нужно. Поэтому очень важно завести себе хорошего друга. Самое главное, чтобы муж был в курсе. Если у нас в зале ответственный человек, который готов каждый день звонить Анастасии и напоминать принять таблетку противозачастую. Я думаю, что будет лучше, если это будет подруга. Конечно. Потому что вот молодой человек, ехидно улыбаясь, нам не подходит. Вы ответственный человек? Да. То есть каждый день вы будете звонить Насте? Буду. После программы, пожалуйста, обменяйтесь телефонами. А вы не можете куда-нибудь уехать? Все равно можно смс-ку отправить. Смс-ку отправить? Ага. Слушайте, как здорово. Но это еще не все способы. Сейчас в аптеках очень часто продаются вот такие замечательные таблетницы. Выставив на них необходимое время. Они электронные, что ли? Да. Так его не видел даже. Можно поставить напоминание и носить эту таблетницу с собой. В нужное время она просигнализирует, что пора принять таблетку и будет звонить до тех пор, пока вы таблетницу не откроете. Да ладно. Да? Не откройте и не примите лекарства. Такой удобной коробочкой. Ее невозможно выключить до той поры, пока коробочка не будет открыта. Ну а уж если вы ее открыли, значит лекарства вы примете. Эту таблетницу мы вручаем вам на всякий случай, если друзья из записки не помогут. Я думаю, что в ближайшем будущем придумают такие таблетницы, которые будут говорить голосом. Уже придумали, Митая. Уже придумали? Да. Приносите такую таблетницу, мы вам запишем с Сергеем. Настя, прими таблетку таким противным голосом. Ну, в том случае, если прием лекарств, например, осуществляется раз в день, есть еще очень простой бытовой способ, не связанный с какими-либо затратами. Это использование календаря. Дело в том, что, когда человек с утра приходит, например, на кухню, там у него висит календарь. Дайте мне, Михаил, фломастер. И можно совместить два дела. Например, зачеркнуть сегодняшний день, потому что он уже начался, и при этом принять таблетку. Прекрасно. Здесь самое главное, четко установить себе правила. Зачеркиваешь число, принимаешь таблетку. Только в таком случае это работает. Какие еще же есть способы напоминания? Помните, Михаил, фильм «17 мгновений весны», где Штирлиц засыпал ровно на 15 минут? Самовнушение. Самовнушение – один из эффективных способов принимать лекарства вовремя. Прошу вас. Вы поддаетесь самовнушению, Анастасия? Наверное, не очень. Если вы поддаетесь внушению, значит, вы поддаетесь самовнушению. Что у вас на щеке, извините? Где? Вот на этой. Нет, ничего. А что на щеке? А вот Михаил поддается внушению. Потому что там действительно ничего нет. Я пытался просто Настю испугать. Поэтому мы, Настя, будем с вами убеждать Михаила. Прошу вас, Михаил. Вы, как человек, который лучше поддается внушению, должны сесть, расслабиться. Сосредоточиться на своем дыхании. Можно прикрыть глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. И скажите себе, я приму лекарство ровно в 9 утра. Я приму лекарство ровно в 9 утра. Договорились. Можно повторить это несколько раз. И в таком случае есть очень высокая вероятность, что вы не забудете. Дело в том, что та информация, которую мы внушаем себе вот в таком вот состоянии покоя и расслабления, она остается в нашем подсознании. И даже если мы забыли о том, что у нас существует лекарство, ровно в 9 утра появится мысль о том, что надо его принять. Внутренний будильник. Прекрасно. Что же делать, если, несмотря на все ухищения, человек забыл принять таблетку? Спросим у нашего эксперта. У нас в студии наш постоянный эксперт Татьяна Юрьевна Романенко. Врач высшей категории, кандидат в медицинских наук. Ну, ситуация с противозачаточной таблеткой, она как бы радостная. А вот если серьезная ситуация, что делать? Ну, на самом деле, по поводу противозачаточных таблеток, здесь нужно принимать таблетку как можно раньше, как ты об этом вспомнил. И потом в течение 7 дней после того, как произошел этот неприятный случай, предпринимать дополнительные методы контрацепции. Это в данном случае. Вообще таблетки забывают принимать все, даже врачи, которые выписывают их другим врачам-пациентам. Ну, поговорим о наиболее таких часто назначаемых препаратах, как антибиотиках. Что делать здесь? То есть, если антибиотик назначен пролонгированный, принимается раз в сутки, то не имеет значения, если вы сегодня забыли его принять с утра, принимаете так быстро, так скоро, как только вы об этом вспомнили. То есть, если до приема следующего антибиотика осталось даже 8 часов, в этот день мы принимаем антибиотик. Если антибиотики короткого действия, и мы их принимаем каждые 4 или каждые 6 часов, то здесь нужно быть немножко повнимательней. Если до приема следующей дозы осталось меньше 2 часов, соответственно, мы принимаем, не пропускаем прием антибиотика, а просто у нас сдвигается весь график приема таблеток. Татьяна Юрьевна, а двойную дозу не надо принимать? Ни в коем случае. Двойные дозы здесь не нужны. Очень часто и много вопросов возникает по поводу приема сердечно-сосудистых препаратов. Тех препаратов, которые мы назначаем при повышенном давлении, при проблемах с сердцем. Здесь, в общем-то, медицина и фармацевтическая промышленность уже шагнули далеко вперед. И существуют также пролонгированные препараты, которые принимаются раз в день. И поэтому, хотя мы рекомендуем сердечные препараты принимать в одно и то же время, здесь большого криминала нет. Если сдвигается прием препарата на 3, на 4, на 5, на 6 часов, препарат уже накопился в крови, и скачка, допустим, давления от того, что вы не приняли препарат, не произойдет. Но препарат нужно принимать. Забыли утром, приняли в обед. А другой разговор, если это препараты короткодействующие, тогда, естественно, вся схема приема препаратов сдвигается. Но опять-таки, когда мы говорим о сердечно-сосудистых препаратах, всегда под рукой нужно иметь скоропомощные препараты. И этот вопрос всегда нужно обсудить с доктором и задать ему эти вопросы. Что нужно делать, если я забыл принять таблетку в это время? Здесь могут быть определенные нюансы. Интересная ситуация в отношении препаратов для лечения болезней пищеварительной системы. С одной стороны, здесь все проще, с другой стороны, определенные сложности. Когда мы принимаем эти лекарства, нужно соблюдать по возможности наиболее строго режим приема пищи. И, в общем-то, таблетки чаще всего прописываются в зависимости от того, как мы едим. Поэтому, если вы не кушаете, то таблетки вы не принимаете. Если вы забыли принять таблетку и покушали, то ждете следующего приема пищи, и тогда уже их принимаете. Очень интересная ситуация складывается с препаратами, которые мы назначаем для стабилизации нервной системы. Так называемые препараты для улучшения сна, настроения и так далее. Если вы забыли принять таблетку вечером, не стоит ее принимать с утра, потому что она может вызвать сонливость, снижение концентрации внимания. То есть эти вопросы тоже нужно обсудить с доктором. Вообще, то есть я думаю, что все эти напоминалки, безусловно, они помогут, но все-таки при себе иметь тот арсенал нужно средств, которые помогут вам в том случае, если вы все-таки забыли принять таблетку. Обсудите эту ситуацию с доктором. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Я думаю, Настя, вы что-то подчеркнули для себя интересное. Я бы полезную информацию узнала. И, пожалуйста, забывайте принимать только контрацептивы. Другие таблетки, которые вам прописывают врачи, не забывайте. Хорошо. Прошу вас. При современном сумасшедшем ритме жизни мы часто забываем принять таблетку. Не пугайтесь, ничего страшного. Во-первых, вы теперь знаете, как напоминать себе об этом, и потом теперь вы знаете, что нужно делать, если вы вдруг забыли принять таблетку. Это была рубрика «Качество жизни».